Утренний гость Доброе утро, дорогие наши телезрители! Сегодня я вам представлю изделия, которые изготовлены из вылока. Как вы знаете, наша страна несет культуру наследия издревле, которая занимается шерстиобработкой. Поэтому в наше время, в данное время, в Киргизии, как вы знаете, 80% ремесленников это составляют женщины, которые работают в сельской местности, обеспечивают себе работу, приносят доход семье, изготавливая разные изделия из вылока. Вот сегодня, как вы видите, можно все сделать. Наши товары сейчас за границей очень экспертируются, потому что и спрос большой. Это чисто экологический горный продукт, без никаких химикатов. И что интересно, при обследовании было показано, что наш вылок очень не пропускает радиоактивность. Полезно, полезно считать, что вылок. Поэтому вот такие чехлы. Чехлы мы работаем сейчас... У нас в Иссык-Кольской области работает уже более 10 лет Джейко, Японский фонд развития. Да. И вот они сейчас нас всех обучили, и все мы сейчас уже за границу. 583 у нас точки есть за границей в магазинах, которые предоставляют нашу продукцию за границей. И это у нас... Они очень полезны для здоровья, во-первых. Радиоактивность не пропускают. А как вы знаете, наша Киргизия очень... Особенно Иссык-Кольская область, радиоактивность повышена. Поэтому я рекомендую всем нашим... Это чехол для телефона. Чехол для телефона. Отлично. Можно даже как кошелечек использовать его. У нас есть сумки, и разные атрибуты. Так мило. Вот здесь у нас портрет, да? Есть. Также мы можем... Сейчас, как вы знаете, из вылока мы научили всех почти, чтобы они не только краской использовали, но и можно, оказывается, шерстью такое красивое изделие приготовить, картины для дома. Ну и панно. Сейчас везде у нас очень много спрашивают. И даже дом оформляют в квартирах, в учреждениях, отдыхах, где... Можно вот оформить весь дом. Пожалуйста, такой очень интересный. Задавай вопрос. Вы к нам пришли не с пустыми руками, да? Вот я здесь вижу кусочки войлока. Что мы будем делать? Да. И у меня, знаете, вот основной ещё вопрос, пока вы будете рассказывать, пока мы будем делать. Как красят в такие яркие цвета войлок? Ну, мы сейчас ещё не только привыкли к искусственным краскам. Мы сейчас уже сами научились изготовления краски из природных наших ресурсов. Это натуральные краски. Например, есть краска из луковицы, можно шелухи лука изготовить вот такой цвет. О, ярко-жёлтый. Её, когда прокипятишь шелуху, собираешь, 5 килограммов выходит на литр. И вот такая краска получается. 5 килограммов? 5 килограммов шелухи. Всего лишь на литр краски, да? Выходит литр чистой вот такой краски. Но после первой закрашивания можно вторые-треть цвета получить, потому что она постепенно теряется. Из барбариса. Из барбариса тоже такую краску можно получить. Из барбариса, корни барбариса и полынь добавляют. Что-то фиолетовало. Ну, вот так научились. Очень много сейчас из марины вот такой краски. Краска выходит. Краска марина растет только у нас в Бишкеке. Красивый цвет. Мы отсюда закупаем это растение и краски. Интересно. Иногда, когда большие... Чтобы экология... Иногда это же ущерб. Мы сейчас уже... Природе. Природе. Поэтому мы сейчас стараемся в сельской местности проводим обучение, чтобы выращивали тоже. Мы сами, чтобы выращивали и эти растения. И чтобы, с одной стороны, освежаем нашу продукцию и наш живой лес. Потому что старые все берем, молодые рассады делаем. Будем творить? Да. Расскажите. Да, да. И вот фельдцеванием наносим шерсть. Мы сейчас чуть-чуть покажу вам. Да. Потому что я уже приготовилась. Вот так накладываем и фельдцеванием укрепляем. Чтобы она была очень... Вбивать ее, да? Вбивать надо, да. Чтобы она очень плотно садилась на параллод. Интересно. Пожалуйста. Отлично. Вот, пожалуйста. Потом чуть-чуть ее промассажируем. Примассажируем депрессию, можно сказать. Депрессию. С этой стороны. И усталость. Мягенькая. И берем красную шерсть точно так же. Тоненькие. Сейчас мы будем делать тундук, да? Сейчас будем делать тундук. Ее чуть-чуть растягиваем, чтобы она была ровная. И накладываем на поверхность ее рты, чтобы сделать тундук. Интересно. Пожалуйста. И опять взбиваем. Сначала аккуратно ее укрепляем, чтобы равномерное было. Да, именно такое. Да, равномерное было. На самом деле, очень даже легкие даже. Да, ты знаешь, я даже не подозревала, что вот именно таким образом. Я думал, шьет. Нет. Оказывается, вбиваем. У нас все, что интересно, когда из войлока делаем, у нас все без швов. Замечайте, даже наши есть мастера, вот, например, Буру Мамбетова. Она даже делает одежду, показывает моду этническую без швов. Точно так же и продавливается продукция. И она сейчас обучает очень много молодых. Мы тоже преподаем, проводим тренерские занятия. Обучаем молодежь, чтобы они тоже в перспективе хотя бы для себя смогли что-то сделать. А можно ли автоматизировать этот процесс, чтобы этим занимались, ну, чтобы не только ручная работа была, а механическая? Ну, как вы знаете, все равно ручная работа больше ценится. И она очень дорогой будет тебе и близко к сердцу, потому что, когда автоматизация, уже стандартизация и теряет свой... Душу не вкладывается. Да, душа не лежит уже, как обычная игрушка. Вот покупаете в магазинах, а это когда сама изготавливаешь. И даже вот приходишь домой, иногда, когда в стрессовом состоянии, смотришь на свои продукты и творения, и прям отдыхаешь. И успокаиваешься, да? На изготовлении вот этого портрета. Получается, портрет тоже вбиванием, да? Вбиванием, а потом мокрое валяние. По времени? По времени где-то, ну, почти, наверное, у меня на эту картину ушло где-то недели. Потому что ее сразу откуда-то не будешь списывать, сама выдумываешь. И вот каждый день что-то добавляешь. Отлично. Ну, уважаемые телезрители. Ну, вот так, наверное, будет. Да, достаточно. Теперь вы знаете, каким образом это все делается. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Спасибо, что поделились своим опытом. Желаю вам крепкого здоровья, и чтобы вы творили на радость всем. Спасибо большое, Винюма. Дорогие телезрители, спасибо очень большое. Это я сегодня оставляю вам. Спасибо огромное. Спрошу всех участников, участвовали в утренней передаче. Отлично. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы вам повторяем то, что сегодня у нас в гостях была вице-президент совета ремесленников Крымской республики Бигин Нур Абдрашова. Ой, смотри, меня яблочками закидали. Спасибо большое. Да, уважаемые телезрители. Можете оставаться пока на своем месте. Спасибо большое. Мы хотим, чтобы вы насладились вот этим яблоком и, конечно же, приятной музыкой. Слушаем. Спасибо.